Девушки отдыхают Кубка Гомель сыграть в третьем раунде Кубка ЕГФ Покорители небес на аэродроме Рогачевского аэроклуба ДСААФ Проходит открытый чемпионат Беларуси по планерному спорту Спорт с приставкой Кибер Что это такое и кто им занимается Подробности в нашем сюжете И начнем с хоккея Чемпионат Беларуси только набирает ход А вот в розыгрыше Кубка страны осталось сделать последний шаг Финал Трофея спорит хоккейный клуб Гомель и Гродненский Неман Команда из Гродно в двухматчевом полуфинальном противостоянии Одолела столичную юность Соперником Гомеля на этой стадии Было Динамо Молодечно Подробности в следующем сюжете Стартовала серия в Гомеле В первом и втором периодах того матча Гости смотрелись предпочтительнее Об этом говорит и статистика бросков по воротам За 40 минут игрового времени Галкипер Рыси и Роман Бабарико Отразил 30 бросков Владением его визави Михаила Корнаухова Угрожали всего 13 раз Такой низкой активностью гомельчане Наверное стремились усыпить бдительность защиты соперника И если это так, то этот ход Хозяевам удался На старте третьего периода Чуть более чем двух минут Хватило Рысям, чтобы обеспечить себе Комфортное преимущество перед ответной игрой Ревенко пасом из-за ворот Нашел на пятачке Колосова, который не промахнулся 1-0 Спустя полторы минуты цели достиг дальний бросок Александра Сырея Голевую точку в матче поставил Эдис Брахмани Замкнув наброс на ворота Андрея Карева 3-0 в пользу хозяев Два периода мы показывали вообще великолепную игру Буквально чуть-чуть потеряли концентрацию Там 3-3,50 Получили 3 гола Это сложно комментировать Именно сейчас надо их разбирать Но единственное, что мы немножко поддались эмоциям А все-таки молодость Она нам сегодня чуть-чуть помешала Очень тяжелая игра Два периода команда И уступала соперникам в движении В борьбе Очень много брака было Не получалась игра Особенно в атаке В третьем периоде немножко добавили движения Хороший первый гол забили Соперник немножко раскрылся Забили второй, третий Удачно Ну и довели матч до победы Спустя неделю команды сошлись в Молодечном Но уже на стартовом отрезке поединка Нашим землякам удалось повести в счете Благодаря усилиям Эдиса Брахманиса Однако за две минуты до конца первого периода В воротах Романа Бабарико побывала ответная шайба Выстояв на старте второго периода в меньшинстве Динамовцы вновь принялись штурмовать гомельские ворота Зубрам это удалось Но снова лишь за две минуты до конца периода Отличился Воронов В заключительной трети Белосинья Продолжили искать счастье у ворот Гомеля И на 54-й минуте спортивная фортуна улыбнулась Руслану Васильчуку На радость гомельским болельщикам эта шайба стала последней в матче Таким образом, несмотря на поражение Гомель вышел в финал Выше головы не прыгнули Однако прогресс налицо Женская команда гонбольного клуба Гомель Второй год к ряду пробовала свои силы В Лиге чемпионов И хоть пробиться в групповой раунд не удалось Нынешняя квалификация самого престижного Европейского клубного турнира Для дружины Тома Жачатера сложилась куда удачнее Да и чего расстраиваться, если поставленные задачи Команда выполнила Подробности в следующем сюжете Волею судеб и рейтинга В полуфинале квалификации, которая проходила в Норвегии Гомелю в сопернике достались фавориты Грозные хозяйки Гонбалистки Кристиан Санда Вторую пару составили Хорватская подравка и турецкий Кастамону Матчи с гомельчанками Гадюки А именно так именует себя норвежская команда Взяли с места в карьеру Уже на первых минутах обозначили, кто в доме, а точнее на паркете хозяин На перерыв команды ушли при счете 27-10 в пользу Вайперс Во втором тайме норвежки избавили атакующий темп Однако все равно к себе близко подобраться соперникам не позволили Итог 43-19 в пользу Кристиан Санда Мы заслужили такое поражение Мы можем играть намного лучше, чем показали эту игру против норвежской команды Такого же мнения придерживается и капитан команды Ирина Дронова При этом и заслуги соперника не умаляет Можно так сказать, что задачу мы выполнили Поставленную нашим руководством и нашим тренером в первую очередь Поэтому вроде как все довольны Единственное, немножечко остался осадок от первой игры У нас хотелось бы немножко лучше выступить, конечно, в этой игре сыграть Но боролись, но не все получилось, можно так сказать Но, конечно, я скажу, норвежки, они на голову сильнее нас К чести гомельчанок это болезненное поражение их не сломило И на следующий день в матче с другим неудачником полуфинала турецкой команды Кастамон У нашей девушки смотрелись уверенно К восьмой минуте первого тайма гомель был впереди 6-3 Правда, удержать комфортное преимущество не удалось К середине тайма турчанки сравняли счет 8-8 В оставшееся до перерыва времени одной из команд не удалось взять ситуацию на площадке под свой контроль Как итог, 13-13 по завершению стартовых 30 минут матча В начале второго тайма гомельчанкам опять удался отрыв 20-16 Правда, надолго убежать не удалось Подопечные Хакана Гюнала вновь сравняли счет 21-21 Далее игра шла мяч в мяч При этом турецкая команда была в роли догоняющей На старте заключительные минуты второго тайма на табло горели цифры 29-27 в пользу гомеля В атаке были турчанки Они смогли довести свою комбинацию до завершения и сократить отставание до минимума После этого точного броска до сирены оставалось чуть более 30 секунд Гомельчанки провели это время в атаке На завершение которой за считанные секунды до сирены пошла линейная нашей команды Мария Акбаба Ее бросок голкиперу удалось парировать Однако на организацию своего нападения у турецкой команды просто не осталось времени Минимальная победа гомеля со счетом 29-28 и третье место в группе Первая строка досталась Кристиан Санду Норвежки камня на камне не оставили от хорватской подравки 42-14 Мы видели и знали, что это нашего уровня команда, которую надо выигрывать, то есть выходить, настраиваться и побеждать То есть, ну, вышли, выложились, можно сказать, на полную Показали свою игру на то, что способны И получился хороший результат Мы очень много не реализовали в этой игре Если бы мы реализовали все свои ситуации, которые у нас были хорошие Игра была намного бы спокойнее И мы были бы, ну, увереннее бы шли в счете Третье место в квалификационном турнире Лиги чемпионов Предоставило гомелю путевку сразу в третий раунд Второго по значимости клубного турнира Кубка ЕГФ На этой стадии наша команда уже выступала в сезоне 13-14 годов Тогда Гомель в третьем раунде по сумме двух матчей уступил испанской Ракасе Кто достанется в сопернике в этом сезоне, пока главком команды Томаш Чатер не задумывается Однако некоторые предпочтения у него есть Конечно, лучше бы было, как и Польша Немножко меньше сильной команды Посмотрим, что зависит от жертвовки Пройти как можно дальше в Еврокубках Главная задача для Гомеля на нынешний сезон И тут не только личные амбиции тренера и команды Успешное выступление на Евроарене влияет на рейтинг всего белорусского женского гандбола У нас цель, как сказать, с начала сезона Немножко дальше идти в эхо в Кубках Потом в следующем году попадаешь и подняешь рейтинг Не только в нашем клубе, но и в самом женском гандболе, на федерации И поэтому потом в будущем будет жертвовка намного лучше за нас Новый сезон, новые задачи По таким принципам работает Томаш Чатер К этому приучает и своих игроков Развитие белорусского женского гандбола – одна из целей для гандбольного клуба «Гомель» И для славянского специалиста Такий человек, что хочу каждый год то, что больше лучше сделать Если просто ждешь и да выиграешь чемпионат, кубок Каждый год это немножко скучно, как же сказали прошлый раз Но просто надо двигаться в период Зачем потом тренируешь? То же тренировки поменялись немного Система, в которой будем работать в этом клубе Хочу просто подняти еще младе Приходить на них на тренировки Директор на спортивни То же дали идею сделать Какую тренировку вместо С младими игроками Просто Цель вообще наше клуба И еще больше подняти Женский гандболь Да будут девушки почувствовать Розыгрышем Кубка Беларуси Среди женских команд Стартовал баскетбольный сезон В спорткомплексе «Минск-2006» Пять команд в эти дни определяют обладателя трофея Среди них и баскетбольный клуб «Гомель-Сош» Кстати, к новому сезону команда серьезно укрепила состав Как итог, возросли и амбиции клуба в чемпионате Цель – завоевание медалей Об этом руководство клуба заявило Во время презентации обновленной команды Кстати, на тот момент селекция еще продолжалась И в стане новичков прибыла Обо всем по порядку Бороться с тройкой лидеров Белорусского женского баскетбола Цмоки «Горизонт Олимпия» будет непросто Для того, чтобы ровно пройти регулярный этап И во всеоружие подойти к стадии плей-офф Необходима глубина состава Этого в последние сезоны СОЖу частенько и не хватало Удлинить скамейку запасных было одной задач на межсезонье Мы в этом году подошли очень серьезно К вопросу запасных игроков В том году нам не хватало этого То есть серьезными командами Мы 2-3 периода могли еще играть на равных Потом не хватало сил Поэтому в этом году создали Две такие полноценные пятерки Первыми новичками команды Стали Анна Хацкевич и Варвара Веревка Из баскетбольного клуба «Полоцк» А также молодая Анна Филатова Была в обои медалья Потупчик Однако из-за проблем со здоровьем Она не сможет помочь команде в этом сезоне В любом случае у главкома СОЖа Сергея Кулешова Уже тогда были варианты для ротации Появилась какая-то конкуренция в команде Поэтому есть равнозначные замены Поэтому я думаю, что мы сможем По крайней мере побороться с лидерами нашего чемпионата Показатели новичков внушают надежды На первых ролях в Полоцке была Варвара Веревка Анна Хацкевич и вовсе лидер команды В минувшем сезоне баскетболистка по статистическим выкладкам была одной из лучших в чемпионате страны Безоговорочный лидер по подборам и эффективности Кроме того, она в топ-5 и по средней результативности Вариант про Гомель уже еще где-то год назад мне предлагали Но как-то все под вопросом было Сейчас решила, что с Полоцком все покончено Поэтому решила, почему нет Можно помочь и этой команде Позже стало известно о пополнении в тренерском штабе Тандему Кулешов-Рогозенко будет помогать известный белорусский специалист Николай Бузляков Долгое время работавший с национальной командой Сейчас он входит в тренерский штаб молодежной сборной У-20 Буквально на днях стало известно, что состав команды пополнили форвард Галина Шилович и защитник Наталья Цырулева В минувшем сезоне обе баскетболистки защищали цвета столичного горизонта Занять место на пьедестале задача не из легких, особенно в кругу таких конкурентов Однако гомельские девушки полны сил и желания потеснить лидеров В этом году задача, как сказали, позвенеть медалями Поэтому оцениваем как свои шансы Начнется сезон, будем оценивать Сейчас мы ни одну из команд еще не видели Поэтому говорить сейчас рано Понятно, что лидеры наши Смоки, Горизонт и Олимпия Это лидеры чемпионата 100% Поэтому будем, я думаю, бороться с этими тремя командами Силы есть для этого? Сил уйма Чемпионат Беларуси среди женских команд стартует ровно через неделю Сожа в первом туре 7 и 8 октября предстоит две домашние игры против Гродненской Виктории 30 сентября в нынешнем году стала датой определения чемпиона Беларуси по регби-15 Правда, в отличие от олимпийского регби-7, который в нашей стране культивируется в нескольких городах Тяжеловесная пятнашка пока представлена только в Гомеле и в Минске А потому и в чемпионате принимают участие лишь две дружины Соответственно, Гомельская Кватра и Столичная Харугба Да и само первенство состоит всего из двух туров Первый состоялся в Гомеле, продолжит мой коллега Сергей Негеревич Регби для белорусских любителей спорта вид малоизученный И для многих, мягко говоря, не совсем понятный Но это довольно увлекательная и зрелищная командная игра С каждым годом она становится все популярнее и объединяет все больше людей В первую очередь командный дух, потому что какое-то братство действительно для кого-то регбиное есть Человек с командой, можно сказать, семья С кем ты играешь в одной команде, в сборной, но тоже одна семья Это во всем мире, это не только у нас здесь так, это во всем мире В первую очередь, я думаю, дружба, как бы регбиная семья, регбиное братство В Беларуси флагманом в развитии регби, безусловно, является Минский клуб Харухва Ему уже почти 10 лет, но с некоторых пор все активнее подключаются регионы В том числе и Гомель, который постепенно догоняет столицу В Гомеле регби развивается, в принципе, маленькими, но шажками вперед Мы вот уже выставили команду по регби 15 Второй год выступаем, до этого только в регби 7 и в пляжном регби И в том году у нас появилась женская команда, которая уже в этом году Завоевала кубок по пляжному регби И девочки ездили на чемпионат Европы по пляжному регби И там тоже засветились, бронзу привезли Поскольку выставить состав из 15 человек пока могут только минчане и гомельчане То и чемпионат по регби 15 у нас проводится в два тура В этом формате матч проходит в два тайма по 40 минут каждый Поначалу игра у гомельчан не ладилась В первом тайме гости сумели занести три попытки и осуществить две реализации На что хозяева ответили лишь одной занесенной попыткой В итоге 5.19 после первого тайма Все развиваются, сами тренируемся, сами прогрессируем Можно всегда спорт молодой в нашей стране Поэтому ребята такого же уровня, как и мы Мы вместе с ним уже очень долго играем И в одной команде, и друг против друга Так что соперник серьезный, гомельская команда Во втором тайме хозяева заметно поднажали и сумели заработать 12 очков При этом не позволив пополнить очковую копилку соперникам Окончательный счет в матче 17-26 Но вне зависимости от исхода поединка в Минске 30 сентября У гомельских регбистов в планах только движение вперед К следующему сезону мы также намерены выступать во всех трех дисциплинах Пляжная регби, регби 7 и регби 15 Плюс зимой будем участвовать в турнирах по снежному регби Ну, также есть планы рассматриваться, пока окончательное решение не принято По международным каким-то встречам, турнирам Кстати, те, кто может быть желает попробовать себя в этом виде спорта Открыть для себя что-то новое Есть все шансы Регбийное братство открыто для всех У нас в социальных сетях есть группа Можно связаться напрямую, набрать в поисковике, скажем, гомель регби, гомель кватру И вам выдаст Любой, кто там из списка контактов Можно любому, в принципе, человеку писать И вам подскажут, куда кому обратиться Куда позвонить Тренировки бесплатные все проходят абсолютно Поэтому достаточно только желание Время свободного немножко и все Взгляд на перспективу В Гомеле прошли Республиканские Олимпийские дни молодежи по боксу На ринге областного центра Олимпийского резерва «Единоборств» За победу сражались сильнейшие боксеры 2000-2001 годов рождения Олимпийские дни молодежи соревнования непроходные К ним основательно готовятся, проводят тщательный отбор И привозят только лучших Успешное выступление на этих соревнованиях Дело престижа для каждого региона страны О важности турнира говорит и присутствие тренерского штаба Национальной сборной страны Во главе с главным тренером Александром Стрижаком Особое внимание к 17-летним спортсменам Это ближайший резерв нацкоманды Боксеры у нас на этих соревнованиях участвуют уже довольно опытные Некоторые уже участвуют на чемпионатах Европы и мира Поэтому бои должны быть интересны 2000-й год уже в 99-й у нас с нового года Уже будут выступать на взрослых соревнованиях На чемпионате Республики Беларусь Также на кубке Дома, конечно, и стены помогают Однако без основательной предварительной работы успеха не видать Так что команда Гомельской области к Олимпийским дням молодежи Подошла в максимальной готовности На высокие места наш регион рассчитывает Как в мужской части соревнований, так и в женской Гомельская команда прошла этапы подготовки Отбор То есть были у нас Олимпийские дни Гомельской области Где отбирались сильнейшие боксеры по этому возрасту Старшие тренера отобрали команду Проверили их на ряде турниров Которые были по этому возрасту Провели учебно-тренировочный сбор Ну и надеюсь, что наша команда Здесь сможет выступить и проявить себя достойно Олимпийские дни молодежи Соревнования командные Личного зачета нет Так что каждый выигранный поединок Это лепта в общий успех И мотивация у хозяев ринга запредельная Я же понимаю, что ни у кого легких соперников не будет И само по себе оно не получится И все рассчитывают на свои силы На свою команду Чтобы была командная работа Чтобы когда ты был в ринге Команда за тебя болела Настрой у всех боевой Думаю, что все получится Кстати, хорошо подготовились к Олимпийским дням Молодежи не только спортсмены, но и организаторы Полуфинальные и финальные поединки Соревнований транслировались в сети интернет Покорители небес На аэродроме Миньков Рогачевского аэроклуба ДСААФ Проходит открытый чемпионат Беларуси По планерному спорту Участие в нем принимают полтора десятка Спортсменов из нашей страны, а также из России Соревнования планеристов приурочили к 90-летию ДСААФ Именно эта организация курирует этот вид спорта в нашей стране Сейчас планеристов готовят только в двух местах В Бобруйском и Рогачевском аэроклубах Но между тем планеризм становится все популярнее Сейчас им серьезно занимается более 50 человек ДСААФ желание беларусов учитывает и создает возможности С набором у нас проблем нет У нас есть небольшие проблемы с количеством техники Но в соответствии с тем, что у нас работает государственная программа Развития ДСААФ Республики Беларусь На 2014-2018 годы Мы закупаем планеры Мы ремонтируем и закупаем самолеты И мы активно продвигаемся вперед То есть у нас есть все возможности И на перспективу развития планерного спорта Конечно, актуально Планер один из самых простых и безопасных путей в небо Этот летательный аппарат не имеет моторной тяги А в воздухе поддерживается восходящими потоками воздуха Подниматься под облака им помогают самолеты-буксировщики При этом преодолеть планеры могут до нескольких тысяч километров И развить скорость более 100 километров в час Потолок высоты также внушительный Рекорд 14 километров При этом лететь он может не только по прямой Выполнение фигур высшего пилотажа не проблема Планер напоминает самолет не только по внешнему виду, но и по устройствам Кстати, именно на этих летательных аппаратах Начинают свою подготовку военные и гражданские летчики Те же самые здесь органы управления Штурвал, который управляет рулем высоты От себя ручку отдаем Мы снижаемся вниз На себя ручку Планер набирает высоту Лево-вправо Это элероны То есть издает карены Есть еще педали, которые управляют за руль направлением На хвосте Закрылки увеличивают подъемную сирурку Ра на малых скоростях И немаловажный такой всех интересующий вопрос А как он садится без двигателя В самолете для того, чтобы сесть Пилот использует газ Здесь же у нас есть тормоза воздушные То есть то же самое Убирая, либо выпуская Мы можем контролировать скорость снижения Набор приборов такой же практически Ну, как в простом самолете Есть стандартный высотомер Присутствуют указатели скорости Два указателя вертикальной скорости Так называемой вариометры Авиагоризонт То есть этот прибор Ну, используется в основном для полетов в облаках Есть компас магнитный И указатель скольжения Направления Знание физики, штурманская подготовка И отменное здоровье Это необходимое требование к пилоту планера А чтобы принять участие в соревнованиях Нужно тренироваться не один год Открытый чемпионат Беларуси Это турнир на скорость Победитель выявляется очень просто Определяется маршрут полета планера С определенными точками поворотами И значит, кто быстрее пройдет этот маршрут У кого скорость будет выше Тот и является победительным по упражнению И по совокупности всех упражнений, которые разыграли Выявляется чемпион Следят за пилотами с помощью GPS-навигации Планиризм – метеозависимый вид спорта Длина маршрута, высота и скорость перемещения Зависит от погоды Поэтому соревнования проходят почти неделю Летная, а точнее парящая погода Бывает не каждый день Спортсмены за безопасность дорожного движения Республиканская общественно-спортивная акция С таким названием в нынешнем году Отмечает юбилей Она проводится уже в 15-й раз А в ее рамках традиционно проходит Кубок ADT.BY По скоростному маневрированию Местом проведения одного из этапов акции Кубка, четвертого, стал Гомель Виртуозы руля состязались в день города На площадке у Дворца водных видов спорта У этой площадки есть свои характерные особенности Она самая маленькая среди тех, на которых проводят Этапы Кубка ADT Тем не менее, отмечают организаторы В этом есть и свои плюсы Здесь лучше раскрываются не столько скоростные Качества спортсменов, сколько мастерство Собственно маневрирования Плюс в нынешнем году именно на Гомельском этапе Добавилось несколько новых участников-любителей А вообще за годы проведения акции Через нее прошли сотни водителей Хочется верить, что это не пустой Потому что пришло очень много людей Я пытался подсчитать и количество людей Прошедших через наши соревнования Когда цифра дошла где-то 280 Я понял, что не успею подсчитать все К сегодняшнему дню Оставил эту затею Но я предполагаю, за 15 лет Мы подготовили где-то порядка Наверное, 400-500 спортсменов Участников, которые ушли Либо в атоспорт дальше Либо просто повышали свой уровень вождения А не повысить свой уровень вождения Пройдя через кубок АДТ невозможно На каждом этапе участники проезжают По несколько замысловатых трасс Естественно, на время и на чистоту За сбитые фишки начисляется штраф А за пропуск элемента и вовсе ставится НВ Невыполнение Состязания зрелищные Неизменно привлекают большое количество зрителей Особенно антуражным, несомненно Был автомобиль команды Heveline Собранный вручную катер Хэм Реплика модели Lotus Super 7 Часть деталей в нем оригинальная Часть подобраны Мощность аппарата порядка 160 лошадок Вкупе с небольшим весом Дает хорошие возможности для конкурирования Ну и выступают на нем, собственно, одни из лидеров кубка Менчане Дмитрий Баркан и Алексей Королев Шикарно В этой машине главное, чтобы свисело ярко солнце И не было дождя Потому что когда дождь и лужи В открытой машине очень тяжело Заливает Сегодня очень комфортно Приятно Борьба на трассе И хорошая погода Праздничное настроение Те спортсмены, которые участвуют в зачете профессионалов И еще за счет автолюбителей Они хорошо друг друга знают Хорошо знают Особенности техники друг друга Ну и поведение на трассе Соответственно Борьба идет за доли секунды Ну и иногда даже за сотые доли Мы проводили когда Недели ранее в Витебске Сотая в сотую Нам пришлось сделать перезаезды Впервые такое было Потому что настолько ровная сила у соперников Что определить даже с помощью Хронометража такого электрона Очень сложно было Давали дополнительные заезды Тем не менее победители должны быть Как на отдельно взятых этапах Так и в Кубке в целом Кстати, после Гомельского четвертого Уже состоялся пятый этап в Барановичах И уже досрочно определился победитель В категории профессионалов Вышеупомянутый минчанин Дмитрий Баркан Стал недосягаем для соперников А вот судьбу второго и третьего места Равно как и позиции в тройке лидеров Среди любителей Еще предстоит решить Произойдет это 7 октября в Минске Компьютерные игры в наши дни Являются неотъемлемой частью жизни Многих молодых людей Школьники, студенты И даже вполне взрослые состоявшиеся люди Имеющие постоянную работу Любят, приходя домой, сыграть пару боев Во всем известные танки Или поиграть с мячом в футбольном симуляторе Но для определенной части общества Это не просто развлечение А самая настоящая профессия Что же такое киберспорт И насколько велик экспириенс гомельских игроков В этом деле разбирался Михаил Садовский Киберспорт это вид соревновательной деятельности На основе компьютерных игр Поединки проходят между двумя оппонентами Или же игра команда на команду Увлечение, которое несколько лет назад Считалось просто хобби В данный момент Семимильными шагами Движется даже в олимпийскую семью Гомель не остался в стороне И мы пообщались с руководителем проекта Байкибергейм Артемом Швецом Организация появилась в сентябре прошлого года С момента проведения Гомельского областного турнира По игровой дисциплине Как раз таки именно FIFA Первое мероприятие это было Что договаривались с ковербендами Которые выступали Договаривались с пиццериями Чтобы у них там хотя бы Была возможность что-нибудь перекусить То есть это делалось для того Чтобы убрать стереотип Что вот допустим Компьютерные соревнования Это компьютерный клуб И все сидят, играют, играют, играют Это тоже самое общественное мероприятие Где может быть очень весело, здорово И где все позитивно проводят время Прогнозируемая аудитория на 2017 год Примерно 385 миллионов человек По всему миру На время чемпионатов Организуются так называемые попстомпы Фактически это коллективный просмотр Прямой трансляции соревнований В специально подготовленных развлекательных заведениях По логике вещей можно даже прямо об этом заявить Проект, наверное, был одним из самых первых Кто основали в городе Гомель Именно направление попстомбы Только лишь за этот год Было проведено порядка пяти попстомбов Могу прямо сказать Первый попстомб в этом году Это был попстомб по Киевмажору При этом там была Представлялась команда СНГ На чемпионате Из-за этого это самый громкий попстомб Где мы еще умудрились снять видео В поддержку любимой команды Это Virtus.pro И отправили непосредственно в Virtus.pro И они буквально через полчаса Публиковали у себя на официальной странице Virtus.pro Одна из сотен профессиональных команд Которые соревнуются за миллионные призовые фонды На мировых чемпионатах Нужно заметить, что, например, на турнире International 2017 Выплаты достигли 25 миллионов долларов В большинстве дисциплин призовые фонды скромнее Но, как показывает практика, многие идут в киберспорт не за деньгами Достойные представители на международной арене Есть и у Гомеля Началось все с того, что начал играть в игры, скажем так Просто в определенный момент задумался над тем Чтобы попытаться сделать это в своей карьерах Сейчас очень большой толчок произошел За последние полгода, скажем так Мы вдвоем попали с Беларуси на Прелимы Плюс один человек попал с Таверны Но мы, конечно, надеемся показать результат, чтобы про нас вспомнили, скажем так И о нас заговорили Потому что три человека – это немало Даже по меркам Европы, европейских стран, которые там очень часто присутствуют Три игрока со страны – это вполне хорошие показатели Богата наша страна не только на спортивные таланты Как показывает практика, у нас также много сильных технических специалистов Настройка первоначальная И настройка делается за день, за два Ну, там мало ли где-то систему переставить, скачать что-то, настроить А именно разворачивание на площадке уже часа два это занимает Ну, вообще запасные машины в любом случае, они нужны Даже тот же самый стрим в интернет выложить Также по-хорошему, если брать именно игру, допустим, что-то из Counter-Strike Даже Dota или еще что-то, то нужна еще одна дополнительная машина Именно как сервер, чтобы она держала всю эту сеть И переключение было через него Наверное, не зря данной дисциплине пророчит Олимпийское будущее Ведь буквально в начале августа всерьез заговорили о включении киберспорта В программу летних Олимпийских игр 2024 года И почему-то есть уверенность, что Беларусь и Гомель в том числе Смогут достойно выступить, а возможно и привезти Олимпийское золото На этом все, с вами был Максим Савин Удачи в делах и до встречи Субтитры подогнал «Симон»